Всем привет! И в этом видео я хочу поделиться с вами некоторыми новостями и впечатлениями о последних событиях. Итак, первое будет касаться тех предметов, которые я показывала вам в последних видео, их было очень много, о том, как я весной избавляюсь от ненужных вещей. Итак, у меня, конечно, очень позабавили комментарии, которых было в изобилии, где мне предлагали самые разные варианты, как можно использовать те или иные предметы, которые я показывала. Мой робкий голос прозвучал, и я говорила, писала о том, что я действительно выбрасываю эти вещи, и я не то, чтобы, как бы, спрашиваю, что можно с ними сделать. И, в общем, я действительно практически от них, от всех избавилась, за редким исключением. Какие-то просто выбросила в помойку, но часть разложила на подоконнике в своем подъезде. И к моей большой радости большую часть этих вещей разобрали, некоторые, причем достаточно быстро. Что ж, это замечательно. И более того, я увидела, что эту традицию подхватил еще кто-то из жителей нашего подъезда. И вот буквально вчера, спускаясь вниз на прогулку, я увидела, что кто-то разложил на подоконнике книжки. Вы знаете, что книгам в нашей стране совершенно особое отношение. У нас не принято выбрасывать книги, какими бы они ни были, старыми или не старыми, интересными или неинтересными. Существует добрая традиция выкладывать их в доступности людей для того, чтобы кто-то мог их взять, если они покажутся интересными или нужными. Вот то же самое произошло. И я, например, с большим удовольствием, и я когда увидела, просто подпрыгнула до потолка, я получила вот такую книгу. Она называется «Сказки, легенды ингушей и чеченцев». Я очень люблю книги, я очень люблю старые книги, вот такие, с такой желтой бумагой, с красивым шрифтом, у которых отсутствует в начале и в конце, какие бы то ни было рекламные сообщения, вот такой вот классический олдскульный вариант книги. Более того, я очень люблю сказки, и я до сих пор читаю сказки, причем тогда я их читаю действительно на ночь, и мне это очень нравится. Я, во-первых, наслаждаюсь слогом и прекрасным языком, а большинство действительно старых книг, они подготовлены с большим мастерством. Потом в каждой сказке, какой бы детской она ни была, все равно можно найти какую-то мудрость, которая нужна вот именно мне, именно сегодня. Мне все это очень нравится, и, кстати говоря, могу посоветовать тоже всем жестким людям тоже читать иногда сказки, потому что это очень увлекательно, познавательно. Иногда вдруг вы находите какие-то очень простые, давно забытые, но не переставшие быть верными наблюдения и истины, которые вы можете уже переложить на ваши собственные жизненные ситуации, и которые вам могут помочь. Так, например, недавно читая одну из сказок народов Британских островов, я встретилась с персонажем, некоторым великаном, которого победить в борьбе чрезвычайно сложно, но у него имеется на теле некоторая родинка, и вот если в эту родинку попасть стрелой, то тогда этот страшный и ужасный великан растворяется в воздухе безо всякого следа. То есть очень напоминает множество других персонажей. Первый, кто приходит на ум, конечно же, это Ахиллес и его пета. То есть можно это рассудить так, что если перед вами стоит какая-то очень сложная задача жизненная, какое-то очень трудное дело, или вы находитесь в какой-то сложной ситуации, которая кажется неразрешимой, или чрезвычайно сложно разрешимой, или может даже нахлынуть отчаяние и казаться, что не под силу вам решения этого дела, тем не менее можно надеяться, догадываться, что есть вот именно та родинка, именно та пятка, в которую нужно нацелиться. И если туда попасть целенаправленно, то все решится наилучшим образом. Итак, вот в этом вот хламообменнике на нашем подоконнике я приобрела себе замечательную книгу. Я очень рада и довольна, и надеюсь, что удача будет сопутствовать мне и далее. И также я очень буду рада предполагать, конечно, вряд ли я это узнаю в точности на самом деле, но я очень рада предполагать, что может быть что-то из того, что я там оставила, также порадовало каких-то людей. Так, это была первая история. Вторая история касается покупок водолазок. Вот вы видите на мне, это новая водолазка. Она была произведена в городе Иваново. Она состоит 100% из натурального хлопка. И, в общем, других водолазок у нас в городе нет, не продается практически. Я купила еще одну водолазку, подобную же, другого цвета. Но вот это как раз мои любимые цвета. Мой любимый цвет, но абсолютно не могу добавить, что мой любимый размер. Я уже когда-то в одном из видео рассказывала вам свои наблюдения, буквально-таки жаловалась на то, что купить сейчас нормальную одежду очень сложно. И причем даже не всегда это вопрос цены, хотя отчасти проблема решается, если все-таки найти что-то стоящее, что действительно стоит. Но вот это как раз вот эти водолазки, к сожалению, тот случай, когда цена соответствует качеству, то есть ее отсутствию. Отсутствие этого качества. Значит, стоила эта водолазка где-то около 200 рублей. Вот я бы заплатила больше, но просто вот других не было. И у нее есть масса изъянов. Во-первых, размер этой водолазки 52-й. Вот это сложно поверить, но там действительно была такая маркировка 52-й размер. Причем это же российское производство, город Иваново, и поэтому можно было бы хотя бы теоретически предполагать, что размерный ряд каким-то образом соответствует тому, к чему мы привыкли. То есть 52-й это 52-й, 46-й это 46-й. Например, вот эта водолазка 52-го размера, вот эта 46-го. Я вам хочу сказать, что они различаются очень значительным образом. В общем, что я могу отметить? По поводу качества материала, наверное, не могу сказать ничего плохого. Скорее всего, это действительно хлопок, и окрашивание достаточно стойкое. Дело в том, что прежде чем надеть на себя вещь, купленную в магазине, желательно все-таки ее постирать сначала. Я так и сделала. Кратитель оказался действительно стойкий, ничего не окрасилось. Но что касается размера, это просто полностью дикий фейл. Во-первых, опять короткие рукава. Либо они бывают в водолазок слишком длинные, либо слишком короткие. Это тот случай, когда слишком короткие. Затем, они здесь в этой части, в своей самой конечной, слишком широкие. И поэтому, когда я хожу, возникает желание подвернуть эти рукава, для того, чтобы они не болтались, не создавали ощущение дискомфорта. Несмотря на то, что они и так уже достаточно короткие. Качество исполнения тоже не выдерживает критики. Несмотря на то, что эта вещь абсолютно новая, я надеваю ее второй раз. Уже здесь видны очевидные изъяны. Такие, как шарушки, затяжки. Очень плохо сделаны швы. Нитки буквально распускаются, они торчат. Если за них дернуть, начинает вещь просто распускаться. Неаккуратно обработаны швы, которые находятся на самом виду. Я не знаю, насколько вы замечаете, но, по-моему, она сидит ужасно. Вот. Это то, что вы можете видеть. То, что вы не видите, то, что я вам показывать не собираюсь, это то, что эта водолазка до безобразия короткая. Она короткая до такого безобразия, что она не закрывает вообще никакое безобразие. То есть носить ее я могу только дома, с тренниками или велосипедными шортами. Пройтись в этой водолазке и в джинсах по улице я не могу, потому что, несмотря на то, что эта водолазка 52-го размера, то есть она должна быть мне не то, что в пору, а очень даже свободно сидеть, ее длина примерно такова, что она не закрывает мой пупок. Ну, то представьте себе, как это выглядит. То есть сначала заканчивается водолазка, потом идет фрагмент моего нижнего белья, и дальше уже идут джинсы. Ходить так, конечно же, нельзя. Я говорила об этом в одном из своих видео. Поэтому я так и не хожу. И вот я хочу с вами поделиться, некоторым образом пожаловаться на такую ситуацию, что, казалось бы, такое обилие вещей, они стали нам намного более доступны, чем ранее. И тем не менее купить что-то довольно сложно. Вот я опять попалась в ту же самую ситуацию. А мне так хотелось порадовать и себя, и всех, кто меня видит на ютюбе, и в реальной жизни какой-то другой уже водолазкой, кроме как черной. Ну вот, надеюсь, что все рады. Я все это к чему говорю? К тому, что, как минимум, я не советую покупать вот такого рода водолазки на рынках, подобных развалах, советского производства города Иваново. Называются они Диана. При этом я, кстати говоря, их официальное название не водолазка, а фуфайка почему-то. Так вот и было на бирочке написано. Фуфайка женская. Это не я придумала, так и есть. По крайней мере, не советую, если у вас нет возможности ее примерить. Все-таки примерка это не всегда бывает удобно, особенно если это рынок или магазины, которые не оборудованы подходящими примерочными, потому что пусть она стоит 250 рублей, пусть две этих водолазки стоят 500 рублей, но когда эти деньги отданы за что-то, это понятно, но когда они фактически выкинуты, даже не важно, что это было не так дорого, все равно обидно, потому что эти деньги выкинуты. Даже те же самые 500 рублей можно было потратить лучшим способом, чем я это сделала. Особенно не советую покупать такого рода вещи, если вы немножко в теле, потому что если у вас ваш размер 44 или 46, то может быть вам эти вещи подойдут. Они не будут вас очень сильно обтягивать, но что делать с длиной? То есть длина в данном случае может подвести даже очень стройную девушку, потому что большинство джинсов, которые сейчас продаются в наше время, они до сих пор почему-то с низкой талией. Не знаю, может быть это не везде так, но, к сожалению, в последние годы любые джинсы, которые я могу найти где-то в магазинах, причем в любых магазинах купить, они почему-то все с низкой талией. И вот сочетание коротких водолазок с низкой талией, это как раз то, что нас подводит, в чем нам чувствовать себя некомфортно, потому что вот эта зона, она становится совершенно открытой, открывает нижнее белье, и либо мы это чувствуем, либо мы это видим, либо это видят даже окружающие. Конечно, таких ситуаций надо стараться максимально избегать.